Здравствуйте, меня зовут Батурина Марина Николаевна. Я являюсь главным фельдшером учреждения Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, а также являюсь внештатным специалистом-экспертом по специальности скорая и неотложная медицинская помощь. Тема нашего прямого эфира сегодня – как правильно вызвать скорую помощь, а также первая медицинская помощь при остром инфаркте миокарда и остром нарушении мозгового кровообращения. Также затронем тему правила действия населения в случаях ДТП, то есть дорожно-транспортных происшествиях. Первый наш вопрос – как правильно вызвать скорую помощь? Ну, начнем с того, что на сегодняшний день служба скорой медицинской помощи – это доступность в сочетании с высоким профессионализмом наших сотрудников, высокие знания в области медицины и оказание скорой медицинской помощи. Наша служба работает круглосуточно, без перерывов на обед и каких-то задержек, то есть мы всегда, независимо от места происшествия, то бы это вы дома, где-то в быту, на работе, независимо от этого, мы всегда готовы оказать вам первую медицинскую помощь. Самое главное, что даже самый здоровый человек всегда может заболеть. И что тогда с нами происходит? У нас в голове всегда всплывает еще и с детства знакомый нам номер телефона 03. Но хотелось бы довести до населения то, что на сегодняшний день актуальные номера для вызова скорой медицинской помощи – это 103. Также со всех мобильных операторов, которыми вы пользуетесь, это может быть Билайн, Мегафон, МТС, вы можете вызвать скорую по номеру 030. Еще один из номеров, который должны помнить всегда, это номер 112. И хотелось бы также отметить, что набрав номер 112, вы услышите автоответчик, после чего вы должны дождаться и набрать номер 3, после чего будет соединение с диспетчером. Также хотелось бы дать несколько советов вам по поводу вызова скорой медицинской помощи. Когда вы соединились с диспетчером и вам задают вопрос, хотелось бы, чтобы вы отвечали четко, без агрессии, на поставленные все вопросы диспетчера. Так как от того, как вы будете отвечать, будет зависеть, насколько быстро и насколько специализированно будет выбрана бригада для направления к вам. Так как по поводу вызова могут быть различные бригады. Есть бригады реанимации и анестезиологии, есть бригады общепрофильные и врачебные, есть бригады фельдшерские, есть бригады психиатрические. И от того, как вы четко и грамотно ответите на данные вопросы, будет зависеть квалификация бригады, направленной к вам. Также вас могут спросить о каких-то дополнительных ориентирах. Пожалуйста, при вызове скорой помощи, если вы не знаете, где вы находитесь, то посмотрите, пожалуйста, по сторонам, обратите внимание на какие-то дополнительные ориентиры. Это могут быть магазины какие-то, какие-то памятники, сооружения. Если это произошло где-то за городом, вы можете назвать направление по трассе, примерно какой-то километр. Может быть, там будет стоять какой-то дорожный знак с указанием населенного пункта. Обратите, пожалуйста, на это внимание и четко говорите. И немаловажный момент, то, что скорую помощь по возможности, пожалуйста, встречайте. Так как скорая бывает доезжает очень быстро, но долго вас ищет. На что тратятся наши драгоценные секунды, минуты. От этого зависит жизнь пострадавших. Теперь перейдем к следующему вопросу. Это вопрос, в каких же случаях нужно обязательно незамедлительно вызывать скорую помощь. Это такие случаи, как несчастные. Это могут быть дорожно-транспортные происшествия. Это могут быть какие-то катастрофы. Массовое отравление, если это где-то на производстве. Различные виды травм. Падение с высоты на производстве. Огнестрельные ранения. Ожоги. Отморожения. Поражение током. Солнечные тепловые удары. Повешение. Утопление. Также могут быть бытовые травмы, которые поражают опорно-двигательный аппарат пациента. Что вы сразу заметите. Могут быть массивные кровотечения. Различные виды шока. То есть, человек находится без сознания. Также патологические роды. Если где-то вы это встретите. В этих случаях обязательно нужно вызывать скорую помощь. Следующий наш вопрос. Это признаки возможного инфаркта миокарда. Сердечный приступ. Что это такое? Сердечный приступ. Это боль за грудиной. Которая, как правило, она может развиться в любое время. Но чаще всего это наблюдается в ранние утренние часы. Либо поздно ночью. И еще один момент. Что данный сердечный приступ может быть связан часто после физической нагрузки. То есть, вот это нужно отмечать. То есть, это очень сильные боли за грудиной. Которые длятся более 20 минут. И не снимаются нитроглицерином. То есть, человек вам пожаловался. Когда-то, может быть, он принимал. Вы даете ему таблеточку нитроглицерина. После чего боль не уменьшается. То есть, человек может покрыться холодным липким потом. Учащенное сердцебиение. Одышка. Также возникает у пациентов часто страх смерти. Здесь вы можете заподозрить инфаркт миокарда. И что же нам с этим делать? Самое первое. Мы должны с вами вызвать скорую помощь. И попробовать, пока скорая помощь все-таки к нам какое-то время будет ехать. Мы с вами должны не сидеть и бездействовать. То есть, мы можем успокоить пациента. То есть, уложить его. Поговорить с ним. Можем дать ему таблеточку ацетилсалициловой кислоты. И одну таблеточку, либо спрей нитроглицерина. И ждем скорой помощи. Если вдруг вы заметили, что состояние пациента ухудшается, то не нужно никогда стесняться набрать еще раз номер 103. Тем самым вы можете поговорить с диспетчером, который может вас переключить на телефон старшего врача. Если бригада задерживается по каким-либо причинам, старший врач вам даст какие-то рекомендации по дальнейшим вашим действиям. Что вы можете сделать? Либо ускорить бригаду, чтобы к вам быстрее приехала квалифицированная помощь. Следующие это признаки возможного инсульта. Что мы с вами можем увидеть и заподозрить? По каким признакам? Для возможного инсульта будет характерно онемение в теле, слабость в руке, ноге. Особенно это будет выражено в одной из половин тела. Либо правое, либо левое. Также зачастую наблюдаются такие признаки, как нарушение речи, сильная выраженная головная боль, шаткость походки. То есть человека даже может мотать из сторону в сторону. Ухудшение зрения. В тяжелых случаях возможно даже потеря сознания. Что мы здесь с вами можем сделать? Здесь мы опять должны вызвать скорую помощь. И здесь нужно всегда помнить о том, что если вы хотите сами оказать помощь пациенту до приезда службы скорой, то нужно всегда помнить о том, что принцип не навреди. То есть если у нас человек находится без сознания, не нужно его дергать, перекладывать куда-то, что-то там, пытаться самим его увести. Нет, ни в коем случае. Мы должны всегда дождаться службы скорой помощи. Здесь мы с вами никаких препаратов дать не сможем. Единственное, если будет такая возможность на дому, если кто-то может, то это измерить артериальное давление, если у вас под рукой есть тонометр. И если оно будет высокое, то если человек сам принимал уже препараты и у него где-то при себе имеются, то сможем дать препарат для снижения артериального давления. Все. И здесь мы дожидаемся службы 0-3. И хотелось бы отметить, что по прибытию скорой помощи к вам, пожалуйста, для ускорения оказания помощи пациенту, приготовьте, пожалуйста, по возможности амбулаторные карты, какие-то истории болезни, если они лечились стационарно. Если это будет сердечно-сосудистая патология, то, пожалуйста, посмотрите, приготовьте электрокардиограмму, которая у вас имеется. Для того, чтобы не задерживать бригаду и чтобы быстрее данному пациенту была оказана квалифицированная медицинская помощь. И еще, пожалуйста, не нужно учить бригаду, что сделайте то, сделайте это. Если вы не будете вмешиваться в процесс, то бригада быстрее оценит состояние пациента и окажет квалифицированную помощь. Это тоже очень важно. Следующий наш вопрос – это тактика пред ДТП. Если вдруг вы стали случайным свидетелем, либо участником дорожно-транспортного происшествия, где-либо, что в этой ситуации мы сможем сделать как наблюдатели? Первое, что мы должны – это оценить ситуацию, то есть посмотреть причину, что это столкновение автомашин, наезд на пешехода, что конкретно произошло, сколько пострадавших, то есть посчитать, да, сколько пострадавших, количество из них детей, возможно, беременных женщин. И после этого набрать телефон, опять же, 103. Мы набираем телефон, при этом нам будут задаваться вопросы. Здесь мы должны, опять же, четко, грамотно отвечать на вопросы без лишней паники и нервотрепки, что ускорит, опять же, прибытие к вам службы скорой медицинской помощи. Здесь нужно будет назвать ориентировочно число пострадавших, возможно, травмы какие-то, количество детей и беременных. И здесь же опять очень важно, как грамотно и четко вы назовете место происшествия. И в завершение хотелось бы отметить, что не следует обращаться в службу скорой медицинской помощи в тех случаях, когда вы чувствуете себя удовлетворительно, и вы не чувствуете, что для вас и ваших близких угроза для жизни и здоровья. Не обоснованно вызывая скорую, вы задерживаете прибытие бригады к тому человеку, который на самом деле в этом нуждается.